Турникмен Что это такое? Это какой-то уличный спорт Что это вообще такое? Кто им занимается? Что он в себя включает? Да турникмен Если с английского посмотреть Турник, это просто турник Амен это человек Получается человек на турнике Ну и занимаются все любители Кому не лень Кто хочет избавиться от зависимости от алкоголя Или просто не курит и не пьет Просто есть желание заниматься Приходит к нам и мы тренируем их Ну это вы уже переходите к организации Да здесь дело-то совсем, может, не в этом. Дело в том, что организация «Трезвый Благовещенск», сейчас мы, имея свой опыт, контакты, знания, занимаемся альтернативами. Предлагаем, помогаем ребятам. Если ребята занимаются, очень интересно, активно, помогаем развить организацию, сплотить их места для тренировок. Я правильно понимаю, могут заниматься абсолютно все? Да, все абсолютно. Мальчишки любого возраста или это нужны какие-то дополнительные, да, дополнительная подготовка? Могут ли заниматься девчонки, я не знаю. Это нужен какой-то там вес или есть какие-то ограничения? Вот об этом. Да нет, никаких ограничений в основном нет. Все, что требуется от вас, просто желание. Это доступный спорт для всех. Сколько сейчас вот человек, которые занимаются подтягиванием на турнике? Ну, лично моих знакомых, которые занимаются, я, ну, больше 30 есть людей, хорошие такие занимаются, профессионально, которые умеют делать многие элементы красиво. Вот я недавно на набережной реки Амур в районе пятой школы видела чудесных двух молодых людей, которые делали такие трюки на турнике. Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Это, наверное, какая-то акробатика, да, или какие-то гимнасты. Это кто? Это вот ваши люди или это не ваши люди? Ну, в основном, да, это, наверное, наши люди. Мы там часто занимаемся очень. Люди проходят, смотрят, тоже удивляются. Интересно им тоже смотреть. Есть парни, подходят и говорят, как это все это. Некоторые моменты объясняют, залезают, пробуют, делают. Интересно им тоже. Ага, то есть это, в принципе, получится, может, у каждого. Конечно. Вот на меня посмотрите, я подхожу? Ну, да, 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 можете, походите. Зачем я подхожу? Я вам расскажу, что я подтянуться не могу, наверное, ни разу. Ну, для этого, то, что подтягиваться, тоже много элементов есть для начала. Можно просто отжиматься для начала, упор лежа. Хотя бы уверенно, 30 раз отжиматься, там можно на турниках подтягиваться. Ну, это вы какие-то безумные вещи для меня говорите, я не смогу отжаться. Ну, это часть маленького всегда. В общем, в любом случае, если я хочу заниматься, у меня есть желание, я могу прийти, да? Конечно. Куда мне нужно прийти? Кому обратить? Давайте, наверное, отвечу я. Да. Ну, сейчас век информации, да, и благо, есть у нас способы объединять людей очень быстро, просто. В социальных сетях есть наши группы, куда можно присоединяться, там информация, где занимаемся, что, как, видео, мотивационное видео, предначальные уроки, информация по мероприятиям, по общим тренировкам, ну и тому подобное. Вот, поэтому Google поможет найти нас в Благовещенский стритворкаут, в Благовещенской организации. То есть, все-таки в каком-то виде организация создана. Я понимаю, что она еще не продолжительное время работает, может быть, да, мало кто об этом знает. Какие проблемы есть вот сейчас? То есть, я правильно понимаю, можно, я, конечно, можно выходить на улицу, на любом, любой турник нашел в любом дворе, да, и занимаешься. Либо это должна быть какая-то специальная площадка, вот есть ли она, вот для такого вида спорта? Для того, чтобы какое-то движение спортивное развивалось быстрее и прирастало новыми участниками, которые изменяют свою жизнь, да, активно этим занимаются. Естественно, нужны какие-то организационные усилия. Это всегда вместе, веселее, занимаешься рядом с теми, кто уже достиг определенных успехов. Например, Георг уже три года занимается, ну, один из самых активных и успешных, да, кто уже может делать элементы. Да, поэтому тренироваться лучше вместе. Плачевная ситуация сейчас в городе с турниками, во дворах еще более-менее где-то с советских времен сохранились, но фактически по городу крайне-крайне-крайне мало. И сейчас вот на первоначальном этапе наша главная задача – это объединить усилия общественности, каких-то, возможно, коммерческих структур и сделать, ну, в планах у нас до конца лета три площадки сделать, чтобы на время на них занимались, там, 30, 40, 50 человек. Вот, предварительно получена договоренность с ОКЦ, с руководством, там, очень хороший контакт, они идут навстречу и поддерживают эти замечательные начинания молодежной спортивной выделения. Там площадочки, где вонюется строительство турников, это будет первый объект, потом в парке дружбы в микрорайоне, и на КПП там место есть. Вот, в этих направлениях сейчас буквально запускаем акцию «В наших силах». Это, я так полагаю, вы обращаетесь ко всем, у кого есть возможности и желание помочь. Это никакой не государственный проект, это, собственно, инициатива молодых пацанов благовещенских, которые хотят заниматься, хотят, чтобы и ваши дети, внуки, друзья, товарищи выходили на улицу, занимались на свежем воздухе, просто, понятно, менялись на глазах, получали уверенность в себе, росли, развивались. Поэтому призываем всех благовещенцев принимать участие в этом начинании, да, и в ближайшее время узнаете, где и как, и что, чем помочь можно, какими своими усилиями. Будем рады любой помощи, еще в ближайшее время получите помощь. Я знаю, что у нас есть видео, если сейчас получится, мы его запустим, да, посмотрим воочию, как это на самом деле выглядит. Евгений, я понимаю, что, вот смотрите, у нас мы уже можем видеть, да? Как это все? Это в каком-то городском дворе, да, происходит? А это у нас колледж амурский, который находится, там, трудовая Ленина, у них там буквально в закуточке, в дворике, во внутреннем стоят три турника, лучшие в городе. Но доступ тогда строго ограничен, мы вчера там договаривались, что просто поснимать. Там очень хорошее место, тихое, несмотря на то, что прямо на улице Ленина выходит. Ну, вы смотрите, я вижу, что нужны какие-то приспособления, да, там вот у мальчишек на руках что-то одеты. Да, это страховка для того, чтобы делать такие сложные элементы, как солнышко. Когда хват не крепкий, можно вылезать с турника и бывают плачевные ситуации. Ой, я это видела, это много роликов в интернете. Да. Евгений, у меня к вам вопрос. Вот по Георгу видно, что он занимается, да? По мне не видно. Вы занимаетесь ли? Да, я начинающий стритворкаутер, турникмен. Это очень интересно. Всегда, в общем, учимся у младших. Это сейчас тренд молодежи, помоложе которой она сейчас пытливая, ее намеки не проведешь, фастфуд информационный, они все проверяют и идут самостоятельно к развитию, к созиданию. Поэтому приходится у них учиться. В связи с этим вопросом, как пропагандируете вот этот вид уличного спорта? Это фактически месяц, как начали пытаться организовывать. Проводили большое мероприятие на День молодежи на ОКЦ. Там рекорд победы, когда отжимались 24 518 раз на всех. Там же была презентация стритворкаутов, стоял турник, показывали элементы. На первоначальном этапе это собрать всех ребят, которые уже занимаются, чтобы было понимание, для кого мы это делаем, для чего это все, чтобы они принимали участие в развитии, чтобы планируются акции, чем больше народу будет. Сейчас нужно создать яркий образ, яркий, понятный, который повлечет за собой новых участников и показать им простую схему, как вливаться в это направление движения спортивное. Вот, собственно, этим сейчас мы на первоначальном этапе занимаемся. Будет необходимо сделать свою федерацию, сделаем не проблема. И вчера в эфире в новостях руководитель нашего городского областного Министерства спорта и развития сказал, что поддержит. Ну, естественно, что могут сказать чиновник. Надеемся, что так и будет. Поддержка федерации. Чтобы нужно следить, чтобы слова... Как раз вот общение с администрацией, с чиновниками у нас богат, опытно работан. Вот, сейчас у нас и своя социальная сеть в тестировании находится, а может, как сообщество создательных инициатив. Собственно, наша задача развивать такие, запускать системы, да, вот как стритворкаут. Давать им возможность самостоятельно развиваться, уходить в сторону, заниматься новыми проектами. Георг, а помните, допустим, свой первый турник? И вы, Евгений, вспоминайте. Если помните, что удалось сделать в первый раз? В самый первый раз я помню, как начал заниматься на турнике. Я подошел к турнику, у нас был день здоровья в школе. Тогда как он? В шестом классе был. Сказали потянуться. Я сразу, да не, я не смогу, все такое. Залез и шесть раз потянулся. Я очень удивился, честно говоря. Ага, получилось. А вот у меня не получилось. Настроение поднялось на это, я почувствовал себе, что это мое, и начал заниматься активно. А вы, Евгений? Да, может, у меня память не так свежа. Шестой класс я вряд ли вспомню уже, чуть постарше. Да, собственно, всегда приходится поддерживать себя в форме, но свои там 15 раз подтянусь. А так первый турник, ну, где-то в школе, видимо, где-то так было. Ну, я признаюсь, я не подтянусь ни одного раза. Ну, вообще, вот девушки по западу сейчас уже тоже начинают мощно развиваться. Заниматься, начинают, да? Там у них вражения на растяжку, какие-то элементики специально женские, там, и все это в общей массе ребята занимаются. Представляете, вот занятия в городе одновременно 200 человек на тренировке, в центре города, где много народу. Это зрелищно, это ярко, и какое-то продолжение получает, сколько новых людей, это эмоционально мотивирует и привлекает. А им уже не нужно рассказывать про вредные привычки, это само собой разумеющееся. Люди, которые чем-то увлечены ярко, спортивно, активно, эти глупости сливают просто. Вы знаете, мне бы что хотелось, как жителю города, да? Мне бы хотелось увидеть какие-то показательные выступления, может быть, на каких-то разных площадках, может быть, во дворах, да, просто мальчишкам, местным подросткам это показывать. Вот этого не хватает. Это будет. Вот это хочется увидеть. Ну, я думаю, что будет большой праздник, когда мы запустим площадку возле ОКЦ. Будет совместными усилиями с пацанами все это дело будем ставить, красить. Это этим летом произойдет? Это произойдет. Это очень хорошо. Если люди, с которыми предварительно руководство ОКЦ задний ход не даст, но я думаю, что там очень адекватные люди никогда не подводили. И я думаю, и впредь будет в этом же направлении работать. Мы в них верим. И я думаю, что все будет хорошо. Большое спасибо вам за разговор. Большое спасибо, Юрк. Вам спасибо. И вам спасибо, Евгений. Я хочу напомнить, что у меня в студии были замечательные ребята, которые занимаются турникменом, или как это правильно называется? Стрит, воркаут, ну и благо. Я не буду говорить. В общем, замечательным уличным видом спорта, которым и я могу заниматься. Я попробую, приду к вам. Водим на слой вас. Будьте все здоровы, привлекайтесь в такие замечательные ряды. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова